Я не заздрю этим судям, я не заздрю цей системе. В высшей ради юстиции есть две скарки, две жалобы. Сразу на судью, которая посмела бросить вызов системе, которая оказалась очень мужественной, которая написала, что дело фейковое, доказы фейковые, ничего у них нет, что факты не сходятся, показания не сходятся, что прокуратура врет. Можете прочитать, зайти в реерс судебных решений и прочитать, что написал Лариса Цокова. Вчера глава администрации президента Райнин подал, вчера подал, подумайте об этом, направление, письмо от имени администрации, от имени Банковой, высший совет юстиции, ликвидировать Печенский суд и ликвидировать этот суд. Вы представляете, про что мы говорим? Чтобы засудить одного человека Саакашвили, президент Украины вчера, почему-то именно вчера, на передобе рассмотрения моего дела, сказал всем этим судям, все, мы вас реорганизуем, и никто из вас не останется в судях, если вы не засудите и не вырисплюете Саакашвили. Это происходит на наших глазах. Я хочу просто, чтобы все видели, что мне вручают повестку в СБУ, я ее принимаю, чтобы никто не говорил, что я не сотрудничаю со следствием. Я сотрудничаю с следствием. Как вы сказали, в прошлый раз, когда мы были в прокуратуре, я сказал, что это не подведомственное дело прокуратуры, это СБУ. Через день они разделили нашу позицию, и сейчас, Сандра, и сейчас, присядь. Сейчас уже СБУ вручает, как мы того и требовали. То есть оказалось, что мы правы. А кто-то говорил, что мы не сотрудничаем с следствием. Мы сотрудничаем со следствием. Проходите. Конечно, мы не верим в это дело, но мы сотрудничаем со следствием. Субтитры создавал DimaTorzok, когда они хотят судебное заседание провести. 3 сечня. Что такое 3 сечня? Правильно. Люди сплят, люди в отпуску. А что будет 3 января? Все будут спать. 3 января можно выносить то решение, которое им нужно. Которое нужно власти. Которое нужно коррумпированное ОПГ, которое заправляет Украину. Что можно было? Во-первых, подумайте сами. Если человек делает государственный переворот, его не допрашивают 3 раза в году. У них нет дела. У них есть просто дикое желание напугать всех остальных, которые в нашей борьбе участвуют. Напугать судью Цокол в первую очередь. Я хочу всех призвать. Пожалуйста, поддержите судью Цокол. Сейчас это важнее даже, чем поддержать меня. Ее сегодня хотят снять. По этим обвинениям начать процесс ее снятия. Если мы отдадим эту мужественную судью, у нас больше не будет надежды на справедливость Украины. И поэтому сегодня, в первую очередь, они хотят сначала судью Цокол снять, наказать, показать этим судям, что мало им не покажется. А потом 3 января спокойно закончить свое черное дело. Отправить меня сначала под домашний арест, а потом начать экстрадицию незаконную, потому что постоянно жителям Украины нельзя экстрадировать другую страну. А я постоянный житель Украины. И это по закону и по международному праву так. И это доказано документом, который у нас на руках. И поэтому они хотят, чтобы люди говорили не про их коррупцию, не про кумовство, не про их разводняки, не про их между собой и вещи. Они хотят, чтобы они говорили про выдуманные дела Саакашвили, там, других депутатов, Дзеревянка, там, других людей, которые посмели повысить свой голос. Вчера министр финансов Данилюк потребовал отставки Луценко. Я хочу сказать, что Данилюк, несмотря на то, что он участвует в правительстве, которое я не поддерживаю, порядочный человек. По заданию Луценко, против него и меня, а также Володи Федориевна, а также Маши Гайдар, возбуждено другое уголовное дело по центру имени великого грузинского реформатора Вендукидзе по этому делу. Значит, нас подозревают, что мы передавали информацию представителям других государств. Я просто хочу сказать, что это в лучших традициях 30-х годов прошлого века. Задачей центра Вендукидзе является передача информации, распространение информации про экономику Украины по Украине и по всему миру. Это прямая наша была их задача, я не особо участвовал, я просто основной. Передавать информацию. Меня два раза пытались развести на провокацию до последнего воскресенья, не получилось, это у нее звание, второй раз, когда били окна у моего изолятора. Третий раз, к сожалению, частично вышло. Мы стали умнее, мы стали опытнее, мы стали мудрее. На провокации мы поддаваться больше не будем. Но борьба наша продолжается, дело наше правое. Я хочу просто призвать всех честных представителей власти. Во власти есть порядочные представители. Вчера два члена покинуло фракцию БПП. Вчера министр Данилюк заговорил о коррупции Генеральной прокуратуры и подстревывал отставку прокурора. Нам принесли опрос общественного мнения. 47% украинцев хотят выйти на улицу. Вы понимаете настолько это катастрофа? 47% украинцев зимой хотят выйти на улицу. Я не поверю в глазах, когда это увидят. Они, почему мне принесли этот опрос? Потому что они опросили, что думают люди про обвинения Луценко в сторону меня. 7% верят этим обвинениям, 7%, а 53% вообще не верят. Остальные не знают. Вы представляете, 53% активно не верят Генеральной прокуратуре. У меня рейтинг как минимум такой же, как у президента Порошенко и даже в некоторых ракушах больше. И кто больше всего хотел, чтобы меня сегодня засадили? Посмотрите пресс-конференцию Путина. Он слово Саакашир упоминал, много-много раз. Справа у вас хорошие фаны. У вас главный сейчас фанат Владимир Владимирович Путин. Он говорит почему, ребята, чего он еще бегает? Во всем каналах. Ну сколько можно, чтобы один человек убегал? То с крыши убегает, то с машины убегает, то с какой-то квартиры убегает, то из изолятора его выпускает. Сколько можно? Ребята, они стали друг такими фанами украинской власти. Просто диву даешь. Скажите мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Мне очень жалко, что Северин Дангадзе сейчас должен сидеть в тюрьме только потому, что они его там держат, чтобы заставить выпить из него фальшиво показания. Вы верите, что 27-летний молодой парень мог единолично свергать государство власть в Украине. Забудем про все. Знаете, какое обвинение? Некий 27-летний, некий, почему? Потому что большинство из вас не знало его. 27-летний молодой парень Дангадзе без меня единолично свергал государство власть в Украине. Вот она пишет. Вы помните, что они сказали, что меня люди Вы помните, что они сказали, что депутата надо привлечь к ответственности за то, что они меня освобождали? То есть чумаки другие, которые, и купли, которые меня освобождали, и деревянки. Так вот, что написала судья? Саакашули МН фактично не был затриманной особой. Они врали. Вот судья что сказала. Я не был задержан. Они врали. Они врали без совести. Их прокурор угрожал засадить куприарка, деревянка, свету-завистью. Всех остальных, кто были. Они врали. Вот судебное решение. Я не был задержан. Вы врали. Вы врали обществу. Вы врали бессовестно и вы угрожали депутатам. И вы будете за это отвечать. За выполнение этого приказа. Вот решение судей Сокол. Ты написал, что вы вруны. И за это ее сейчас наказывали. Знаете, что СБУ мне сказали? Я говорю, вы задержан? Нет, мы вас охраняем. И при этом закручивали мне руки, хватали за волосы. Вы представляете, Порошенко на каком вране он держит. Порошенко это рассказывал всему миру. Порошенко вчера это рассказывал канадскому министру и остальных дел. Порошенко это рассказывал. Дерьмо устал, тебя не убрал.